Метрополит Красноярский Ачинский Уже прошли все праздники январские, с чем я вас и поздравляю Спасибо большое, взаимно и всех Вот смотрите, я хочу начать вот с чего Для церкви все-таки один из таких больших праздников, это праздник Рождества Христова А как-то Новый год в церкви отмечают или нет? Или это праздник проходной? К Новому году отношения у церкви особенные Во-первых, новолетие церковное, традиционное, Новый год Официально церковное, это 1 сентября, ну 14 сентября Потому что православие строго привязано и к определенным научным изысканиям Чтобы не отходить по времени от событий, связанных с божественным откровением Ну то есть, если я вас правильно понимаю, это как раз мы говорим о Рождестве, говорим о воскресении О воскресении И так далее И от них берется отсчет Владыка, ну вот вы сами, так как Новый год встречали? Новый год? Да Я, как все граждане России и как человек Советского Союза И молился, и благословлял Новый год по тому календарю, по какому? Григорианскому мы называем его, так, просто речи Который был с 31 декабря на первое Он не имеет значения ни к спасению, ни к вероучению Не приносит ни вреда, ни пользы Но польза в том, что общение людей, радость людей Так традиционно сложилось, дети Поэтому я очень спокойно отношусь к этому вопросу Да и вообще православные христиане К этому вопросу как-то так неравнодушно, а спокойно Ну а сейчас время другого праздника Это время крещения И, кстати, погода, как раз вот крещенские морозы Очень хорошее, слава Богу, а то прошлый год было так тепленько Ну вот смотрите Я бы хотел поговорить о традициях крещения Но при этом не о внешних традициях, которые вот сейчас проявляют люди Купаясь в проруби, несмотря на эти морозы Очень правильно вы говорите Все равно купались Все-таки, а вот какие существуют внутренние традиции? Если в Рождестве открывается вся человечность божества То есть божественную любовь к человеку Со всеми его проявлениями И добрыми, и злыми Уродливыми, и прекрасными То крещение это открывается в Богоявлении Бог является людям В человеческом образе При этом образ человеческий Господь, Сын, Человеческий Иисус Христос Прямо указывается в Священном Писании Связан с творением первого человека И его связью с дьяволом Через грехопадение И указывается метод Уничтожения этого греха Значит Дела веры У людей, верующих в единого Бога Всегда стоят Абсолютно на первом и главном месте А для чего Господь это задумал Мы просто отвечаем Для человеческого счастья, спасения И вот Крещение или Богоявление Говорит о том Что человек должен быть здоров И Бог участвует в этом У человека должен быть урожай, чтобы он питался И Бог в этом участвует, освящает И у человека должна быть Глубокая опора и надежда Что когда с ним что-то случится неприятное Он найдет Утешение Спасение Даже от Ну, грипп теперь банальной болезнью не зовешь Ну, скажем так От гриппа И рака И развода И утраты первой любви Все это человеческой жгурости Вот Богоявление открывает Следующее Без меня ничего творить не можете Без Бога вы не можете Сохранить свое человеческое счастье Радость и свет Поэтому я являюсь вам Опять в человеческом образе Схожу в Иордан И от Иоанна Крестителя Получаю крещение Как человек Но раздается голос Это мой сын возлюбленный То есть В лесе Христа Все люди возлюблены и Богом В нем мое благоволение В нем Ваше счастье От меня исходящее Вот и все Ну и конечно Духовная Составляющая Фундаментальная Человек Верующий в Бога Ну в данном случае Мы говорим Православные христиане Силой Божией Отражает дьявола Его грехи И все что он Советует человеку делать На его же погибель Человек Сам Строитель С его счастья Вот о чем говорит Праздник Богоявления Владыка Но есть еще Внешние проявления Праздника Конечно Вот например Та же Раздача Святой воды Все таки Это больше Традиция Это больше Знаете так Какой-то Ну Необходимый Атрибут Или Все таки В этом есть Какой-то глубокий смысл Очень глубокий Смысл Вода Очищенная Праздником Скажем так Конечно Молитвами Священниками Символ И в прямом смысле Как лекарство Физическое При духовных И физических Недугах Но Это Живой Энергетический Голос Бога О том Что Все Сущее Вышло Из воды Что вода Оказалась Заражена Дьяволом А сегодня Это великая Природа Жизни Вода Очищается И мы Вспоминаем Это событие Со шестью Креста В Иордан Потому что Сам Иордан Сакральная река Две струи Которые не сливаются Не смешиваются Зеленоватое И лазурного Света Часть Сливанских Гор И впадает В мертвое море Символ Такого Что Божественная Энергия Сила Вливается В море Грехов Человеческих Чтобы В этом море Можно Было Жить Владыка Дело в том Что Я так понимаю Что Крещенская Неделя Она продолжается Да Как и пасхальная Как и пасхальная Неделя Да На три дня Вот Рождество Три дня И так же и крещение Три дня Как один день Свят велик день В русском понимании А какие-то здесь традиции Существуют Вот Ну мы понимаем Пасхал Традиции такие Что Священники должны ходить По домам И квартирам Верующих Освящать Служить Молебны Освящать Все что они Покажут И попросят И дома И животных Своих И детей И Не знаю Машины Колесницы И самолеты Вертолеты Что у кого есть И их здоровье Это вот первое И конечно Это последний период Хождения Людей В гости К друг другу Поздравления И последние Пляски И песни Святочные А потом Начало Свадеб Зимнего периода То есть Вот сейчас Как свадьба Это самое Будет такое Самое благословенное Время Для свадеб Вот Крещение Сегодня Потом Второй день Крещения Третий И сразу Начинаются Свадьбы Венчания То есть Вот то сейчас Это вот самое Да Пост закончился И До Великого Поста Это очень Интересный период Точно так же Как И после Пасхи Там Ну там Свои традиции То есть Те кто запланировал Свадьбу Они практически Правильно все сделали Все правильно сделали Это будет Самое благословенное Совершенно верно Спасибо большое Что вы были Сегодня у нас В гостях Мы беседовали С метаполитом Краснодарским И Ачинским Патя Лиманом Всего доброго До встречи Дорогие друзья Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин